Меньше чем за 4 часа до презентации новых айфонов сегодня и все выпуски новостей, весь интернет наполнен новостями про новые смартфоны. Кто-то рассказывает новые слухи, а кто-то охотится или правильно будет сказать натыкается на проверенные данные. Посмотрите вот на этот скриншот, конечно видите наушники, а теперь смотрите левее. Там в столбике совместимость с айфоном уже раскрыты названия новых моделей. Это 7 и 7+. Понятно, что про это уже много говорили, но тут официальный сайт, а значит теперь о названиях можно говорить не предположительно, а абсолютно точно. Причем заметьте, никакого упоминания про айфон 7 Pro здесь не идет. А значит вечером вполне вероятно нам представят только две модели, а не три, как мы все ожидали. Инсайт появился на сайте, предназначенном для Конконга и как только ошибку заметили, сразу же все исправили. Сейчас уже на нем нет ничего новее, чем 6s. Ко дню рождения новых айфонов появилась интересная статистика, связанная с ними. Сейчас наверняка многие думают, вот зачем мне менять мой айфон 6 или 6+, и так все вроде хорошо. Если, конечно, вы его за пару лет с момента презентации в конец не убили. Компания Кантар, которая специализируется на опросах общественного мнения, провела исследование и задала такой вопрос владельцам шестерок. И вот что получилось. 75% опрошенных говорят, что купили бы семерки из-за большей батарееки. Другие 63% готовы к замене, чтобы получить камеру получше. И еще 53% опрошенных говорят о том, что им мало внутренней памяти в нынешних моделях. Этот же ресурс выяснил, что вообще происходит со смартфонами Apple, какая у них доля на рынке. Понятно, что главный конкурент здесь Android, и я должен вам сказать, что он вне конкуренции. В июле 2015 года Android стоял на 65,6% проданных в США смартфонов. iOS чуть больше, чем на 30,30,1%. Но вот что интересно, в июле этого года доля Android упала на 0,6%, а вот iOS наоборот выросла до 31,3%. Продолжение следует...